Здравствуйте! На юге Турции, где в начале февраля произошло мощное землетрясение, вчера, в понедельник вечером, в 8.04 по московскому времени, были зафиксированы подземные толчки. Магнитуда двух новых землетрясений составила 6,4 и 5,8. Есть жертвы. В целом, за последние 24 часа в Турции было одно землетрясение магнитудой 6,3, 10 землетрясений магнитудой 4 и больше, 73 землетрясения магнитудой 3 с плюсом и 275 землетрясений магнитудой 2 с плюсом. Также произошло 170 небольших землетрясений магнитудой менее двух, которые люди обычно не ощущают. Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что первое землетрясение произошло в 8 часов 4 минуты по местному времени и вскоре за ним последовало второе. По последним официальным данным, в Турции погибли 6 человек и 294 человека получили травмы. Министр здравоохранения Турции Фахретин Коджа сообщил в Твиттере, что 18 человек получили серьезные ранения и перевезены в больницы в городах Адана и Дортиол. По словам министра, из некоторых больниц, устоявших во время первых двух мощных землетрясений, пришлось эвакуировать пациентов, потому что после землетрясения в понедельник в зданиях появились трещины. Свидетели сообщили агентству Reuters о новых повреждениях зданий в городе Антакья, провинции Хатай, одном из наиболее пострадавших от предыдущего землетрясения, которое произошло 6 февраля и привело к гибели более 44 тысяч человек в Турции. С тех пор турецкие власти зафиксировали более 6 тысяч афтершоков, или же говоря простым языком, более слабых толчков. Однако журналисты, которые находятся в регионе, сообщают, что толчки в понедельник были намного более сильными, чем предыдущие. Пока достоверно неизвестно, каковы масштабы разрушений в результате новых землетрясений. Землетрясения, которым подвергается юг Турции, наводят опасения не только на жителей, проживающих в тех районах, но и на население Турции в целом. Часть людей, у которых дома остались целыми после землетрясений, предпочитают спать на улице, из-за рисков повторных землетрясений. Некоторые жители покидают свои дома и стараются перебраться в более сейсмоустойчивые уголки Турции, или же покидают страну, чтобы переждать какое-то время. В свою очередь, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий предостерегло граждан от приближения к морю в провинции Хатай, из-за риска повышения уровня воды. Аналогичные предупреждения выпустили власти прибрежных регионов Анталия и Мерсин. Источники РИА Новости также сообщили о разрушении участка трассы, связывающей турецкие города Антакья и Искендерун. Как передает корреспондент агентства, из Антакьи там обрушивалось несколько зданий, которым удалось устоять после землетрясений 6 февраля. В свою очередь, телеканал ТРТ Хабер сообщил о перебоях с электричеством в провинции Хатай. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше о происходящем в Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте поставить лайк и написать комментарий, чтобы помочь нам в развитии канала. А от себя добавлю, берегите себя и своих близких. До новых встреч!